Наша жизнь состоит из сплошных курьезов, друзья. Вот, допустим, производитель туалетной бумаги Зева объявил об уходе из России. Это шведская компания, которая собралась уйти из нашей страны. Эта компания поставляла на наш рынок средства гигиены под брендами Зева, Либрес, Либерто, Торг и Тена. В России ухудшились условия ведения бизнеса, говорится в отчете компании по итогам первого квартала 2022 года. И это опубликовано 22 апреля. И по данным компании, ее активы на территории РФ упали в цене на 150 миллионов долларов. Производитель уже начал работу по выходу с российского рынка. В 2021 году объем продаж компании в России составил 29,5 миллионов долларов, или 2% от общего оборота. Также в компании сообщили, что они повысили цены на свою продукцию во всем мире и планируют в будущем поднять их еще раз. Ну и одновременно, друзья, американская компания Procter & Gamble может закрыть бизнес тоже в нашей стране. По словам представителей фирмы, она будет не в состоянии вести дела в России из-за санкций. Ну, санкции со стороны Соединенных Штатов, поэтому компания американская не может этого делать, потому что санкции, друзья. Проблемы будут с поставщиками, денежно-кредитного урегулирования тоже не будет. Так что, друзья, финансовые институты все против такого сотрудничества американской компании с Россией. Поэтому приготовьтесь, не будет туалетной бумаги. Поэтому приготовьтесь, друзья, что вся косметика, ну, пока она еще есть на запасах, склады еще и какие-то поставки старые еще приходят в Россию, потому что договора были подписаны. И то договора, насколько мне известно, сейчас рвутся. Они останавливаются. Это не как во время войны, когда Россия не остановила. По договору поставки пшеницы, поставки металла на производство танков в Германию. Это разная ситуация. Сегодня, вот видите, взяли и закрыли. Закрыли поставки, закрыли приход товаров. Те, которые отгружены, они приходят. И если вы не закупитесь сегодня шампунями, туалетными бумагами, то вы будете через полгода пользоваться газетой вместо туалетной бумаги. А как было раньше? А вы не помните? Конечно, это смешно. Конечно, это чудовищно. Россия сама может выпускать туалетную бумагу. Я помню, друзья, 70-е годы. На Ленинском проспекте магазин «Тысяча мелочей». Знаете такой? Да сейчас он никому неизвестен, потому что везде всего полно. Раньше в этом магазине, пожалуй, в нескольких магазинах Москвы только продавали туалетную бумагу. Люди туда прибегали, приезжали, вставали в очереди. Огромные очереди стояли, я не знаю, сколько человек, но огромное количество людей стояло в этих очередях. А из магазина счастливый покупатель выходил с гирляндой из туалетных рулонов. Вы можете себе представить? Вы этого не помните, многие не знали, но вспомните. Туалетными рулонами обвешивались люди. Я когда видела это в Москве, это смешно. Это смешно было и у Бога. Это говорило о кощунстве, что в России нет туалетной бумаги, и народ стоит за рулоном туалетной бумаги, в очереди, полдня простаивает. А как же тогда пользоваться этой туалетной бумагой такой дорогущей? Дорогущей не потому, что она дорого стоила, а потому, что ее не достать. В этом была дороговизна и уникальность этой туалетной бумаги. Так что теперь-то будем делать без туалетной бумаги, без прокладок, без срез гигиены. Что будем делать снова? Вот оно, друзья, вот оно, чем аукается. Вы думаете, это кого-то волнует из чиновников наверху? Но они же живут за границей, друзья. Это вам рассказывают, что они здесь живут. Они живут там. И у них, как было все в доме, и туалетная бумага, и средства гигиены, так оно и будет. Им будут привозить, если это надо, местными, российскими. Они пользоваться не будут. Это только для народа. Вспомните Леонида Ильича Брежнева, который пользовался сам лучшими товарами. И за границей мы привозили. В Кремль даже привозили овощи-фрукты из других стран. А в России их не было. Я не говорю про яблоки. Ведь бананов не было, друзья. В 1972 году появились бананы. В Москве на колхозной площади продавали первые бананы. И это было уникально. А ананасы продавали. А манго... Ой, друзья! Мы даже не могли представить, что это такое. Мы не знали этих фруктов. Это сейчас вы растете и знаете, что есть, кажется, так и должно быть. А ведь было время, когда этого просто не было. В Кремль завозили. И тогда впервые в Кремль завезли слишком много. А все это же быстро портится. Поэтому в Москву стали выкидывать эти овощи-фрукты в продажу. Вот так москвичи первые познакомились. А уже потом стали закупать для народа гораздо, гораздо позже. Так вот, вместо той зевовской туалетной бумаги предложили в России наладить производство туалетной бумаги из камня. Шикарно! Ой, хотела словом обмолвиться, друзья. Ну, не могу. Наверное, будет некрасиво сказать, жопа дерла. Но ведь так получается из камня. Представляете, что это такое? Наждачная бумага. Я так думаю. По мнению экономиста Алексея Елсукова, массовый выпуск бумаги, сделанный из известняка и нетоксичного полимера, позволит сделать цены на нее даже более низкими, чем на обычную. Как голова работает у людей? Зачем это надо? Есть известные способы вообще производства туалетной бумаги. Но нам они, россиянам, недоступны. Друзья, кошмар какой-то. Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Такую бумагу не придется отбеливать. Она более устойчива к повреждениям. Бумага устойчива к повреждениям. Представляете, что это будет? Это может быть туалетная бумага или нет? В том числе и к влаге. Значит, засоры будут в унитазах. Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же, экологично и биоразлагаемо. Цитирует автора инициативы РИА Новости. Технология производства бумаги из карбоната кальция, известняка, с добавлением полимера, действительно существует. Но сейчас такое производство обходится дороже, чем изготовление традиционной бумаги. А он сказал, будет дешевле. То есть сейчас дороже, а потом будет дешевле. И какой же полимер разлагается в почве, скажите, друзья? Ничего не понятно. Кроме того, каменная бумага не горит и не промокает, а будет растворяться. То есть, с одной стороны, она не промокает и не горит, а с другой стороны, будет растворяться. Что говорят? О чем говорят? Вот одна маленькая заметка, 10 предложений, которые одно противоречит другому. Итак, друзья, бумага не горит и не промокает. Поэтому, например, на ней можно рисовать акварельными красками. Как бумагу с такими характеристиками использовать в качестве туалетной? Экономист не пояснил. Но считает, что можно. Вот откуда берутся такие экономисты у нас, друзья? Есть умницы. Есть умницы, но они стараются быстро уехать на Запад. Там они своим мозгам находят применение и хорошую зарплату по своим мозгам. А вот в России можно вот таким быть и придумывать такую бумагу. Таким вот, я не знаю, гугулуза, так она называется, бумага эта. Инновации, конечно, инновации. Каменная бумага. Бумага не горит, бумага в огне не тонет. Однако же она растворяется, сам себе противоречит. Экономисты, друзья, нужно, чтобы они все-таки умели считать и понимать. Если такие экономисты, то... Но нам же их дают, нам же их впихивают. Мы бы их не слушали с удовольствием, как не слушали бы когда-то Гайдара. Однако же впихивали, говорили, что это гений. Народ верил. А чему верил? Потому что его оббирают, но затуманивают глаза. Пелена, пелена. Пелена на ваших глазах, друзья. Снимайте пелену и думайте. Если вам написали такое про туалетную бумагу, значит ждите, что туалетная бумага скоро закончится. Как и пуговицы, о которых поведала Набиулина. Я Таня Карацуба, Сеидбурган. Скоро на самом верху Путин заговорит, я так полагаю, о туалетной бумаге и о пуговицах, которых не хватает в России. И он будет наверняка нас учить. Но чиновники-то вообще ничего не могут. Уж если Эльвира Набиулина взялась рассказывать, что фурнитура-то нет вообще для швейной промышленности. А теперь уже и бумаги нет, надо и с камня делать. Вот такие горе-специалисты. Я имею в виду, как тот, который о каменной бумаге объявил. Горе-специалисты. Поэтому пусть уж лучше нам Путин рассказывает, где же взять туалетную бумагу. Я Таня Карацуба, Сеидбурган. Таня Карацуба, Сеидбурган. Таня Карацуба, Сеидбурган. Таня Карацуба, Сеидбурган. Субтитры создавал DimaTorzok